Жилищный вопрос. В последнее время особенно волнует жителей города. Речь о качестве ремонта домов. В преддверии юбилея областного центра в Кирове обновляют фасады. Работы завершены на 150 объектах, отчитались в правительстве. Что касается капитального ремонта зданий, жалоб много. О проблеме поговорим с нашим гостем. В студии руководитель регионального отделения Народного фронта Валерия Черемисинова. Добрый вечер, Валерия. Благодарю, что пришли к нам. Расскажите, а сколько жалоб поступило в Народный фронт от кировчан относительно капитального ремонта домов? Я могу сказать, что всплеск жалоб начался примерно год назад. Буквально вчера я рассматривала последнюю порцию. Только за неделю поступило около десятка жалоб. Причем одна жалоба может касаться нескольких соседних домов. А в целом, если мы будем говорить за год, я думаю, что десятка-три жалоб точно было. А жалуются в целом на капремонт домов или на ремонт фасадов? Сейчас это актуально. Жалуются в основном на работы, которые связаны с крышами. Но во многих домах ремонт фасадов и крыш должен был проводиться в одно время. Поэтому эти две проблемы идут вместе. А как вы думаете, почему так получилось? В чем проблема? Ну, к сожалению, первый банальный ответ на ваш вопрос – это нехватка кадров, нехватка квалифицированных подрядчиков и просто каких бы то ни было подрядчиков. Потому что понятно, что работы, которые связаны с юбилеем города, они важны. И я думаю, что всех более-менее адекватных и ответственных подрядчиков перевели на эти работы. Но это понятно, объективно, почему это нужно. На другие дома зачастую даже никто не заявляется. То есть у нас такая ситуация и по Кирову, и по Кирову-Чепецку. Просто нет желающих выполнять работы по капитальному ремонту. А если еще, не дай бог, дому не повезло с подрядчиком, то ситуация стандартная. Прямо в нескольких там группах домов пришел, крышу раскрыл, фасад отбил и пропал. Да, действительно. Скажите, а какая работа ведется Народным фронтом с вашей стороны? Ну, мы делаем все возможное, но, к сожалению, возможного в этих ситуациях не так-то много, что мы можем сделать. То есть мы выезжаем, смотрим перечень работ, который встал, застопорился. Иногда там требуются экстренные меры со стороны управляющей компании. Ну, хотя бы там натянуть пленку на крышу, чтобы людей не так сильно топило. Щели между кирпичами запенить, чтобы плесень не образовывалась, там мыши не бежали в квартиры, как это накрасено. 45, например, происходит. Ну, и дальше мы начинаем обращаться в прокуратуру, пытаться заставить шевелиться и фонд капремонта, и подрядчиков, чтобы людей как можно меньше беспокоить вот этими всеми недоработками. Есть эффект от этого? Хотелось бы сказать, что эффект феерический, стопроцентный, но, к сожалению, сказать такого не могу, потому что, к сожалению, наше обращение куда бы то ни было, оно не прибавит количество подрядчиков. Это, во-первых. Во-вторых, оно, скорее всего, не избавит людей от обращения в суд за компенсацией, потому что, если вопрос в крышах, а, как правило, все жалобы сейчас касаются раскрытых крыш и протечек в квартиры, то возникают споры по сумме ущерба, и тогда, к сожалению, это только обращение в суд за разрешением этой спорной ситуации, потому что фонд капремонта и подрядчики тоже далеко не всегда готовы добровольно этот ущерб возместить. Но в чем мы здесь видим свою суть, мы можем проконсультировать, и человек меньше потратит времени на все эти действия, то есть когда он будет четко знать свои права, это мы можем объяснить. Вот, по крайней мере, в этом поможем. Я вас благодарю, Валерия, что пришли сегодня к нам и ответили на такие важные вопросы. До следующей встречи, до свидания. До свидания. Продолжение следует...